Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, только что мы закончили очень плодотворные переговоры, которые состоялись в рамках государственного визита президента России в Армению. В дружественной и доверительной атмосфере мы подробно рассмотрели входы развития армяно-российского стратегического союзнического партнерства, наметили главные ориентиры на будущее. По итогам переговоров подписано 12 важнейших документов по вопросам политического, экономического и военного сотрудничества, ядерной безопасности, энергетики, образования, туризма. Эти соглашения дополняют договорно-правовую базу наших отношений, насчитывающую более 200 межгосударственных договоров и соглашений. На этой неделе парламент Армении ратифицирует подписанный летом договор о развитии военно-технического сотрудничества, который открывает широкие возможности для приобретения вооружений и военной техники на оборонных предприятиях России по внутренним ценам. После этого больше не остается ни одного документа, двустороннего или в формате ОДКБ, который не был бы ратифицирован армянской стороной. Мы отметили важность дальнейшей координации действий на международной арене и тесного сотрудничества во всех областях межгосударственных отношений, включая политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную, военную сферы и подтвердили незаблиимость договора о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и декларации о союзническом взаимодействии между Республикой Армения и Российской Федерацией, ориентированным на 21 век. Я проинформировал президента России о шагах, нацеленных на скорейшее вступление Армении в таможенный союз и единое экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России. Президент России подтвердил готовность российской стороны оказывать всяческую поддержку этому процессу в соответствии с нашим совместным заявлением от 3 сентября сего года и решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября. Именно этой теме был посвящен третий межрегиональный форум, в открытии которого мы приняли участие в городе Гюмри. Была отмечена необходимость сохранения динамики развития институтов и механизмов организации договора о коллективной безопасности, являющейся главным гарантом безопасности и мира в зоне ее ответственности. Мы выразили намерение укреплять потенциал коллективных сил оперативного реагирования и предпринять практические шаги по отработке механизмов их мобилизации, переброски и эффективного использования. Я проинформировал президента России об итогах встречи с президентом Азербайджана, состоявшейся в Вене 19 ноября, и поблагодарил российскую сторону за усилия, прилагаемое в формате соприседательства Минской группе по Нагорно-Карабахскому конфликту. Мы обоюдно подтвердили приверженность его разрешению исключительно мирными средствами на основе составляющих единое целое принципов неприменения силой или угрозы применения силой, равноправие права народов на самоопределении и территориальной целости. Мы договорились продолжать совместные усилия по устойчивому наращиванию торговли и российских инвестиций в Армению, созданию совместных предприятий, углублению научно-технического сотрудничества. Будем уделять приоритетное внимание атомной энергетике вопросам развития транспортной инфраструктуры. Обсудили также вопросы региональной безопасности. В этом контексте мы приветствуем достигнутые в Женеве соглашения по ядерной программе Ирана, что, несомненно, является важным шагом, способствующим укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне. Уважаемые друзья, государственный визит президента Российской Федерации стал важной вехой в новейшей истории армяно-российских отношений. Мы договорились продолжать интенсивные контакты по самому широкому кругу вопросов. Будет продолжена работа межправительственной и межпарламентской комиссии, комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Убежден, что в результате проходящего в эти дни межрегионального форума будет расширяться география контактов между нашими губерниями и марзами, органами местного самоуправления. Мы договорились поощрять и поддерживать гуманитарные, научные, культурные и молодежные обмены и встречи. Владимиру Владимировичу мы договорились о создании межгосударственного президентского совета между Республикой Арменией и Российской Федерацией и поручили нашим администрациям разработать проекты необходимых документов, регламентирующих работу Совета и представить их к подписанию в ходе нашей следующей встречи. Уважаемые дамы и господа, переговоры с президентом Армении прошли, как обычно, в деловой и конструктивной атмосфере. В ходе отдельной беседы, а затем и на встрече с участием официальных делегаций, мы обстоятельно обсудили направление дальнейшего взаимодействия российско-армянского сотрудничества, намечены конкретные планы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей. Особое внимание было уделено вопросам участия Армении в евразийских интеграционных процессах. В октябре на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, как вы знаете, страны-тройки консолидированно поддержали намерение Армении вступить в таможенный союз и единое экономическое пространство. В настоящее время ведётся подготовка дорожной карты по гармонизации национального законодательства Армении с нормативно-правовой базой таможенного союза и единого экономического пространства. Намерены и далее способствовать выполнению всех необходимых процедур в целях вступления Армении в таможенный союз. О перспективности интеграционного сотрудничества говорит растущая взаимодополняемость наших экономик. Россия ведущий внешнеторговый партнёр Армении доля в торговом балансе 23,5%. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 20% и составил 1,2 миллиарда долларов. В январе-сентябре текущего года отмечен дальнейший рост. Укрепляются инвестиционные взаимодействия. Накопленный объём российских капиталовложений превысил 3 миллиарда долларов, более 40% всех иностранных инвестиций в армянскую экономику. Большую часть этой суммы составляют прямые инвестиции. В Армении работают около 1300 российских компаний, более 25% всех совместных предприятий с иностранным капиталом. Они действуют в ключевых отраслях армянской экономики, в газовой, транспортной, телекоммуникационной, финансовой сферах. Дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства в энергетике призваны способствовать достигнутые договорённости о формуле ценообразования и объёмах поставок российского природного газа в Армению. Продвигается взаимодействие в области атомной энергетики, в наших планах продления сроков работодействующего энергоблока армянской АЭС. Сегодня мы с президентом Армении присутствовали при вводе в промышленную эксплуатацию пятого энергоблока Розданской тепловой электростанции. Объём инвестиций в Газпрома свыше 300 миллионов долларов. Я у председателя Газпрома спрашивал, он сказал, что свыше 300, но это свыше 400 на самом деле. Уверена, что работа станции послужит укреплению энергобезопасности Армении. В ходе переговоров условились оказывать приоритетную поддержку совместным инициативам высокотехнологичных отраслях. Речь, в частности, идёт о создании космического аппарата связи и телевещания Армении, а также об организации научных космических исследований на базе армянской обсерватории, бюрокандской обсерватории. Активно развивается взаимодействие в области образования. Успешно работает Российско-армянский университет. Оказывается, поддержка школам с преподаванием на русском языке. В ближайших планах открытие в Ереване русскоязычной гимназии, филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Намерены содействовать дальнейшему расширению туристических обменов. В прошлом году в Армении побывали более 40 тысяч россиян, на 17 процентов больше, чем до этого. Напомню, на прошедшем в октябре в Минске саммите СНГ принято решение об объявлении 2014 года в Содружестве годом туризма. Это создаёт дополнительные благоприятные условия для наращивания поезда к наших граждан, развития общей инфраструктуры отдыха. Большой потенциал имеет сотрудничество по линии регионов Российской Федерации и Армении. Мы с президентом Армении убедились в этом лично сегодня, когда, и президент об этом уже говорил, участвовали в третьем межрегиональном форуме. Находясь в Гаврии, мы также провели встречу с военнослужащими 102-й российской военной базы, исходя из того, что присутствие российских военных на армянской земле служит укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, повышает уровень практического взаимодействия России и Армении как государств членов ОДКБ, военной и военно-технической областях. В контексте обсуждения актуальных региональных и международных вопросов затрагивалась ситуация и вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Россия приветствует возобновление прямых контактов между руководителями Армении и Азербайджана. Вы знаете, уважаемые коллеги, я недавно был в Баку с визитом, мы там с президентом Азербайджана также очень подробно говорили о перспективах урегулирования. И мне очень приятно отметить, что встреча, которая прошла 19 ноября в Вене, носила явно позитивный характер. Мы очень надеемся на здравый смысл и стремление к урегулированию с обеих сторон. Будем всячески этому способствовать в рамках минской группы ОБСЕ. В завершение хотел бы поблагодарить армянских друзей за радушный приём. Убеждён, что достигнутые договорённости внесут заметный вклад в развитие всего комплекса союзнических отношений России и Армении. Благодарю вас за внимание. Аркадий Григоренц, компания «Армения». Вопрос с Абдейм президентом. Международное сообщество отмечает прорыв в вопросе лидерной программы Ирана, зафиксированный в Женеве, достижением которого поспособствовала и Россия. По вашему мнению, как достигнутые соглашения повлияют на развитие транспортно-коммуникационных инфраструктур, в частности в нашем регионе, учитывая, какое оно имеет жизненное значение для перспектив развития экономики Армении? Спасибо. Как известно, Иран является важной страной для Армении, поэтому решение мирным путём тех спорных вопросов, которые существовали между Исламской республикой Ирана и европейским сообществом, с Соединёнными Штатами мы оцениваем только положительно. Вы просто на практике могли бы убедиться, что с каждым годом, к сожалению, туристов из Ирана в Армении становилось всё меньше и меньше. Я думаю, что когда наладится отношение, то только нам на руку сыграет. А здесь основная роль принадлежит Диму России. Владимир Владимирович подробно ответит на твои вопросы. Россия, конечно, приветствует договорённости по иранской ядерной программе. В основу этих договорённостей в значительной степени положены российские предложения. Мы всегда исходили из того, что этот сложнейший вопрос должен быть решён на основе принципов и норм международного права при доставлении Ирану права на развитие мирной ядерной энергетики, но при обязательном обеспечении безусловной безопасности всех стран региона. Это первый этап. Нам необходимо двигаться дальше. Мы очень рассчитываем на то, что международное сообщество вместе со всеми участниками этого процесса в ближайшее время достигнет договорённости по продолжению совместной работы и по достижению новых результатов. Для этого созданы все необходимые условия. А что касается транспортной инфраструктуры, то, конечно, имея в виду, что через Иран можно наладить сообщения соответствующие. У нас есть определённые планы по развитию железнодорожного транспорта. Это не простые с точки зрения финансового обеспечения проекта, но они вполне реализуемы. Вместе с тем, мне представляется, что мы должны как следует поработать все вместе, в том числе в регионе Закавказья, над тем, чтобы восстановить всё то утраченное, что эффективно работало ещё в период Советского Союза. Имею в виду возможность организации такого сообщения в рамках стран СНГ. Есть определённые проблемы, но мне кажется, что и о их решении тоже можно договориться. Во всяком случае, сегодня для этого создаются необходимые предпосылки. Вопрос к президенту России. Господин Путин, скажите, пожалуйста, деятельность Российской Федерации в рамках Минской группы ОБСЕ и в целом региональная роль России свидетельствует о том, что она заинтересована в сохранении мира и стабильности в регионе. Армения также не видит альтернативы сохранению мира и безопасности. Власть Азербайджана часто размахивает мечом, угрожая возобновить военные действия. Какой будет реакция России как стратегического советника Армения, если милитаристские заявления Азербайджана будут воплощены в жизнь? Спасибо. Вы почаще это повторяете вслух, и тогда условия для мирного урегулирования будут сокращаться, а другие меры решения проблемы будут укрепляться. Нам бы хотелось, чтобы никогда в этом регионе мира, так близко расположенном к российским границам и имеющем такие тесные связи с Российской Федерацией, никогда больше не лилась кровь ни армянских граждан, ни Азербайджанской республики. Вот именно над этим мы и работаем. А сейчас гипотетически говорить о том, что бы мы делали, если начнётся война, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивно. Это выглядело бы так, что мы готовимся к войне. А мы должны, как сказал уже президент Армении, добиться того, чтобы все спорные вопросы были решены исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы к этому и будем стремиться. Валерий Санфиров, радиостанция «Маяка» Вести ФМ. Формула ценообразования на российский газ для Армении, насколько можно предположить, будет для армянской страны достаточно выгодной. И, наверное, это можно рассматривать как первый практический шаг к стремлению Армении присоединиться к таможенному союзу. Владимир Владимирович, Вы сказали, что разрабатывается дорожная карта по интеграции двух стран. Когда она будет подготовлена, и какой вообще будет скорость этих интеграционных процессов? Я уже сказал о том, что мы в Минске договаривались о начале совместной работы по присоединению Армении к таможенному союзу и единому экономическому пространству. Мы создали соответствующие рабочие группы и на двухсторонней основе между Арменией и Россией, и на многосторонней основе имеется в виду рабочая группа между Арменией и комиссией таможенного союза. Не скрою, на наше удивление, а может быть, это так и естественно, армянская сторона действует очень энергично и демонстрирует высокий уровень профессионализма, что, откровенно говоря, ставит нас даже в определённое сложное положение. Мы не успеваем даже за нашими армянскими партнёрами и сделаем всё для того, чтобы это событие присоединения в полномасштабном формате Армении к таможенному союзу состоялось как можно быстрее. Я сейчас боюсь называть конкретные сроки, потому что это зависит не только от Российской Федерации, это зависит от наших партнёров и от Казахстана, и от Беларуси. Но Россия со своей стороны сделает всё от неё зависящее для того, чтобы присоединение Армении к таможенному союзу состоялось как можно быстрее. Но уже сейчас, как вы заметили, мы фактически предприняли практические шаги для того, чтобы ситуация для армянской экономики была благоприятной уже даже до вступления полуформатного в таможенный союз. То есть та формула цены, о которой вы упомянули, даёт нам возможность продавать природный газ, как один из примеров, для Армении по 186-189 долларов за тысячу кубов. Но прикиньте, как в Европе это продаётся почти по 500. Это первое. Второе. Как государство-член ДКБ Армения будет получать российское оружие по внутренним ценам Российской Федерации. Но это тоже не только вопрос безопасности, это вопрос экономический, связанный с бюджетными расходами. То же самое касается и нефти, нефтепродуктов. Мы снимаем в одностороннем порядке 30-процентную экспортную пошлину со стороны России. Российский бюджет недополучит определённые и значительные суммы, но это создаёт благоприятные условия для Армении на сегодняшний день для нормального функционирования экономики и для плаванного, но достаточно быстрого присоединия к таможенному союзу. Добрый вечер. Я понимаю, что мы находимся сейчас в столице Братской Республики, в городе Ереване моём любимом, но я бы хотел задать вопрос по другой столице, не менее моё любимой, по Киеву. Там оттуда в последнее время звучит всё более тревожное сообщение, звучат даже призывы к революции, и, соответственно, захватываются государственные учреждения, бьются стёкла и прочее, прочее. Как бы Вы охарактеризовали или прокомментировали события последних нескольких дней? Что касается событий в Украине, то это напоминает мне больше не революцию, а погромы. И, как мне покажется странным, на мой взгляд, это мало связано с взаимоотношениями Украины с Евросоюзом. Ведь, обратите внимание, внутрь этих проектов соглашений никто не погружается, никто ничего не видит и никто ничего не слышит. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту. Но если посмотреть на содержание этих соглашений, то до этой мечты, а, в принципе, мечта хорошая, многие могут просто не дожить, не дотянуть, потому что условия очень жёсткие. И, на мой взгляд, всё, что происходит, как я уже сказал, не имеет прямого отношения к взаимодействию Украины с Евросоюзом. Это внутриполитический процесс, попытка оппозиции раскачать действующую, легитимную, хочу подчеркнуть, власть в стране. И, более того, всё, что сейчас происходит, говорит о том, что это совсем не революция, а хорошо подготовленные акции. И эти акции, на мой взгляд, были подготовлены не к сегодняшнему дню, они готовились к президентской выборной кампании марта, во всём случае, весны 2015 года. Ну, просто это небольшой фальш-старт в связи с обстоятельствами определёнными, но это всё заготовки к президентским выборам. И то, что это заготовки, это, по-моему, для всех объективных наблюдателей очевидная вещь, имея в виду, что мы видим с экранов телевизоров, как действуют хорошо подготовленные и обученные группы боевиков, на самом деле. Вот моя оценка. А оппозиция, она то ли не всегда может контролировать, что там происходит, то ли просто является определённой политической ширмой для экстремистских действий. Спасибо. Мы исходим из того, что ситуация всё-таки нормализуется, и украинское руководство, украинский народ сам, в конце концов, определит свои шаги на ближайшее время и на историческую перспективу. И, повторяю ещё раз, хочу это подчеркнуть. Каким бы ни был выбор украинского народа, мы в любом случае будем относиться к этому с уважением. Спасибо.